И вздрогнув от счастья, на птичьи твой зов оглянулось. Международный слет барда в Татьянин день в Венсполсе последние три года проходит два дня. Концерт-пролог в этом году был посвящен творчеству двух классиков жанра авторской песни Александра Галича и Булата Акуджавы. А молчальники вышли в начальники, потому что молчание золото. Классика, она есть классика, да, как мы можем... Почему нам нравится Пушкин? Потому что он нравится. Вот так же и эти все песни бардовские уже, которые старые, классические. А новые, они стараются, по крайней мере, так же вот подходить к этому вопросу и, как бы, ну, сказать, догнать этих классиков. Ну, иногда получается, иногда не очень. Тогда было больше романтики, а сейчас больше материализма. И когда вот такая вот давлеет вот этот материализм над людьми больше, чем романтизм, да, скажем, Ну, уже как бы не так поется, да, все на потребу дня, все для зарабатывания денег. А бардовская песня, вот эти все фестивали, они как бы от души идут, да, и то есть они не приносят никакого дохода. А у нас сейчас принято все вот шоу-бизнес, да, все, чтобы доход давало. Мне кажется, поэтому стало их меньше. И вот люди, соскучившись, стараются попасть туда, где все-таки эти вот фестивали каким-то образом организовываются. Так мы у классиков учимся, поэтому всегда трудно петь песни классиков. Гораздо легче петь то, что еще не стало классикой. Поэтому у классиков мы учимся и обязательно нужно это делать. Иначе никаким образом не поднимется уровень исполнения и уровень понятия, что такое бардовская песня. В большинстве случаев случай вдохновляет. Это чисто случайно происходит, когда что-то увидишь, что-то подметишь, или кто-то на ногу наступит. Обязательно происходит какой-то всплеск и выплеск энергии, она выливается в песню. Это может быть и песня минорная, и мажорная. Чем же это вы думали? Что же это вы сделали? Вы в спокойствии тонете, но когда дурить бросите, вы его еще вспомните, вы о нем еще спросите. Песни на концертах «Слета» в основном звучат на русском языке, но каждый год организаторы приглашают участвовать бардов, которые пишут на других языках. За эти годы в концертах звучали песни на немецком, польском, украинском, белорусском языках и, конечно, на латышском. В этом году в жанре авторской песни дебютировала Гинта Русса, чья творческая жизнь связана с классической музыкой. Гинта руководит венсплским хором Каева. В бардовской песне очень важен текст. Он первичен. Когда текст тебе близок, близок к твоим горестям или, наоборот, радостям, ты выбираешь эту песню. Во второй день на галоконцерте барды из 12 городов и 5 стран исполняли песни в основном собственного сочинения. Перед зрителями выступили и новички «Слета», и уже хорошо знакомые авторы, например, телесман «Слета» Татьяна Замураева. А Татьянин день – это отдельный организм, я бы так сказала. Я никуда не еду с большим трепетом, чем вот именно вот сюда, в Венсплос, потому что он для меня, как сказать, родной. Потому что именно венсплская публика дала мне пропуск в дальнейший мой путь, именно вот в авторской песне. Но я считаю, что если не открывать душу, если не выходить и не отдавать, то тогда не надо выходить на сцену. Все талантливое, все красивое, все, что связано с гармонией звуков, мне доставляет удовольствие. Поэтому я сижу, радуюсь, принимаю вот этот праздник и сожалею, что рядом со мной нет маленькой внучки, которая бы тоже испыталась сегодня восторг от того, что видит и слышит. Нравится вообще, что люди сами сочиняют, сами исполняют, вот это самое главное. Ну, начало мне понравилось, вот Высоцкого, вот это мне очень понравилось. Начало как раз подходит к бардам. В свои истоки слет «Татьянин день» берет в 1998 году, когда был организован в Венсплосе концерт, посвященный Владимиру Высоцкому, о чем рассказали одни из организаторов слета Татьяна и Юрий Саксаганский. Их семья создалась непосредственно благодаря бардовской песне. Были открыты двери, люди стояли в коридорах, было жарко, в общем, и мы поняли, что этот жанр нужен и что надо организовывать. Нас соединило искусство, да. Нас соединила песня, но не бардовская. Да, потому что я приехала сюда, я играла на балалайке в оркестре народных инструментов, а барды венсплоские пришли выступить перед нами, а я из Даугавплоса. Это был тот вечер, когда мы познакомились и решили пожениться. Пока международный слет бардов «Татьянин день» ограничивался одним концертом, он проходил с неизменным аншлагом. С того момента, когда фестиваль стал проходить в два дня, мы стали делать два концерта, вот уже в третий раз. Конечно, публики на каждом конкретном концерте стало меньше, чем было вместе. Но в целом, если сложить публику, которая пришла к нам в Парвинскую библиотеку на концерт-пролог и на галоконцерт, то это не меньше, даже несколько, может быть, больше, чем бывало на отдельных фестивалях. Хотя, конечно, впечатление от битком набитого зала греет душу тем, кто выходит на сцену. Тем не менее, фестиваль должен развиваться, нельзя из года в год делать совершенно одно и то же. Международный слет «Татьянин день» организован под эгидой Венсплосского национально-культурного общества при поддержке Венсплосской городской думы предприятия «Остас Целтнекс», «Венсплос Грейн Терминал», «Венсплос Рейс», «Курзамской филармонии», «Гостевого дома Остмала» и «Курзамского телевидения». Анита Рыжик, Гита Мартинсен, Андрей Кулыгин и Джодзиндж. Марты Спутные экскурзамское телевидение.